Музыка колес, атмосфера ожидания, знакомство с попутчиками и даже сам запах дороги. Поездка в поезде – всегда маленькое приключение. В сутки с железнодорожного вокзала «Бобруйск» отправляется порядка двух с половиной тысяч человек. Курсируют 12 пар пассажирских составов и 11 пригородных. На вокзале созданы все условия для комфортного пребывания пассажиров. В зале ожидания расположен телевизор, также у нас есть стойка для бесплатной зарядки мобильных устройств. С розетками и USB-выходами есть автоматическая камера хранения. Также у нас расположены пять терминалов самообслуживания для приобретения билетов на поезда региональных линий эконом-класса. Справочный терминал, где можно узнать информацию через сайт, а можно связаться с работником компакт-центра. Железная дорога постоянно развивается, внедряются в практику новейшие технологии, цифровые сервисы, модернизируется инфраструктура, совершенствуется логистическое направление, обновляется подвижной состав. Успешно реализуется ряд масштабных инвестпроектов. Как вы оцениваете качество услуг Белорусской железной дороги? Очень хорошая. Я сама с Москвы. Вот первый раз путешествовала из Минска в Бобруск. Сейчас мы едем с ребенком обратно, возвращаемся в Москву. Очень хорошие поезда, очень комфортно, все очень понравилось. Часто ли вы пользуетесь услугами Белорусской железной дороги? Нет, только второй раз совершаем поездку. Очень порадовало онлайн приобретение билетов. Очень удобно, не выходя из дома, можно приобрести билет и сразу оплатить. Мне нравится путешествовать на поездах, потому что это очень быстро, удобно и комфортно. Безопасное и бесперебойное движение поездов обеспечивают путейцы. Функционирование стальной магистрали на их крепких плечах, будь то замена шпал, дефектных рельсов или устранение размывов насыпи. Бобруйская дистанция пути обслуживает более 417 километров по направлениям Жлобина-Сиповичи и Бобруйск-Рабхор. В ее ведении 156 искусственных сооружений, в том числе железнодорожный мост через Березину. За 7 месяцев 2022 года было заменено 150 дефектных рельсов, поменено 1400 шпал, заменено 4 остряка, а также демонтирован путь по Бобруйск-Шинне на 8 километра и произведен установительный ремонт 200 метров подъездного пути на станции Бензина. Путейцы – люди особой закалки. Работать приходится под открытым небом в любую погоду. Исключений быть не может. Дмитрий Дрозд связал свою судьбу с железной дорогой 18 лет назад, сразу после службы в армии. И ни разу не пожалел. Профессия интересная, коллектив отличный. Мои обязанности входит в содержание искусственных сооружений, мостов, труб, путепроводов, пешеходных мостов для безопасного прохождения железнодорожных составов. В этой работе мне больше всего нравится, что нет постоянства. Сегодня можно сделать одно, завтра другое. Нету одной и той же операции. В городе два охраняемых железнодорожных переезда – на Бахарова и Орджоникидзе. И в лютый мороз, и в летний зной дежурные осматривают стальное полотно, закрепляют ослабшие болты в рельсах, наблюдают за движением составов и следят за порядком. Работают по 12 часов. Это мини-музей под открытым небом. Здесь представлены все типы конструкции пути, которые применялись на железной дороге с 19 века. Это самое первое крепление. Релисы легкого типа. Их пришивали костылями к деревянным шпалам. Работа на железной дороге не прекращается ни на минуту. Машинисты, путейцы, составители вагонов, проводники, билетные кассеты – многие из них встречают свой праздник на рабочих местах, в пути, ремонтируя стальную колею, перевозя пассажиров и хозяйственные грузы. Здесь трудятся достойные и сильные духом люди. Дорогие коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником. Пусть в вашем коллективе царит комфортная атмосфера, которая позволяет нам достигать общих целей. Желаю вам благополучия и процветания, здоровья, любви и безаварийной работы. Сегодня БелЖД – развитая транспортная система протяженностью 5,5 тысяч километров и лидер национальных перевозок. На ее счету около 63% грузооборота страны. За 7 месяцев услугами предприятия воспользовались 36 миллионов пассажиров. Под стук колес трудятся 70 тысяч человек самых разных специальностей. Всех объединяет любовь к профессии, которая по плечу лишь людям с остальным характером. Их жизнь – дорога, и пусть на ней горит только зеленый семафор. Татьяна Горбыч, Станислав Чичерин. Итоги недели. Субтитры создавал DimaTorzok